Ксения Ткачёва учится в 10 классе. Отец Ксении инспектор ГИБДД, мать и я. В тот день после уроков девушка вместе с подругой ходила по... Бля, она... Ребят, срочно все идём, покупаем, покушать. Или если у вас есть холодильники, берём из холодильника покушать, располагаемся. Бля, сейчас будет чистый контент. Минут 30 точно чистого контента, я ещё ускорю. Присматривая себе платье на выпускной вечер. Папа, я себе такое платье нашёл на выпускной. Оно просто идеальное, понимаешь? Стоп, мы это смотрели? Ксюша, или я это смотрел? Не думай. Кстати, Динька, тебе тоже на свадьбу, представляешь? Мы с ней договорились, что сейчас деньги возьмём и пойдём скорее покупать. Подожди, подожди. Ксюша, послушай, не знаю. Ну пожалуйста, оно же такое прекрасное и на выпускной, ну очень надо. Нам всего на 3 часа доложили. Подожди, подожди. Либо мы с вами смотрели, либо я один смотрел. Чё-то знакомый очень. А мы с нами маму пойдём. Мам! Мама! Ксюша, маму арестовал. Я её захуярил. А, да, 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 я это смотрел. Да, бля. Ну я не знаю, с вами или нет, но я это смотрел, чуваки. Так, давайте что-нибудь такое на рандомичах. О, я просмотрал, что-то интересное. Пока трёхлетний Анатолий Лебедев, владелец небольшого, но преуспевающего ресторана в областном центре. Ха-ха! Ну понятно, блядь. Шурмешкой. Срочно вернуться с работы домой. Его беременная жена, Валентина, позвонила ему... Как ты мог? Бля, ребят. Я за всю жизнь около, мне кажется, ну двух тысяч серий посмотрел точно. И у меня есть ощущение, что я только процент один посмотрел из всего, короче, контента, который они сделали. Как? Уже? Подожди, а ты в скорую звонила? Хотела, тебе звонила. Хотела, но ты в скорую позвонила? Нет. Нет, не позвонила. Тебе звонила. Мне позвонила. Тихо, 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 сейчас я позвоню. Мы с Валюшкой столько ждали этого момента, но когда у неё начались схватки, я чуть с ума не сошёл от переживаний. Зачем медленнее? Нормально так, привыкайте, блядь. Если у меня для этого не было, мы заранее выбрали хороший частный роддом, и я даже собирался присутствовать на родах. Решив не дожидаться приезда скорой, Анатолий сам отвёз жену в роддом. Во время родов уволен... Да нахуя вам медленнее, я не понимаю. ...но неожиданно возникли осложнения, и Анатолия попросили выйти из операционной. Я ужасно переживал за Валю, но роддом был хороший, и я верил, что врачи сделают всё, что от них зависит. Елена Николаевна, как она? Состояние стабильное, жизнь вашей жены вне опасности. Ну вот ребёнку... Всё, пизда. С ним всё в порядке? Я могу на него посмотреть? Вы знаете, сейчас это не совсем уместно. Малыша унесли, потому что жене необходим отдых. Я думаю, будет лучше, если вы придёте завтра. Подождите, как завтра? Почему завтра? Я хочу видеть своего сына сейчас, сегодня. Вы что, не понимаете? Я чувствовал, что Елена Николаевна... Я хочу видеть ребёнка прямо сейчас. Он мне что-то недоговаривает. Напуган словами врача, а... Ну вот в чём дело, я даже не догадывался. Вы что, меня обманываете? С ним что-то не так? Почему вы не хотите мне его показывать? Всё с ним в порядке, замечательно. Бля, я хотел пошутить, ну ладно. Тщательный мальчишка, говорю же вам, но я вам объясняю, что... Мне не надо ничего объяснять, я хочу видеть своего сына. Я заплатил немалые деньги, по-моему, имею на это право. Хорошо, только подождите здесь. Сейчас выносят, а там котёнок, знаете, типа. Буквально через минуту врач вынес младенца. Ну вот, познакомьтесь. Ваш сын. Я хотел пошутить, я же вам говорил, что не буду. За меня это сделали. Бля, чё... Как думаете, как быть теперь? Серия, ну, интересная, но я вот боюсь осуждёнок словить. Чё делать будем? Блядь, сегодня не стрим, а хуй пойми что. Я в ахуй просто, я... У меня просто не находится слов, в каком я в ахуй, блядь. Ну ладно, ребят. Валя родила мне сына от африканца. Блядь. На следующий день Валентина позвонила мужу и попросила... Ну вообще, такое я слышал возможно, кстати, если так говорить. Вот. Рождается же альбиноса, и мне кажется, наоборот, такое, ну, очень редко, но возможно такое. Его приехать для разговора с врачом. Бля, не дай бог он как-то назовёт этого ребёнка по-тругому, или его отца возможного. Бля, я... Я очкую, короче. Дело в том, что мы хотели разобраться. Видимо, произошла какая-то ошибка. Я не могла родить темнокожего ребёнка. Простите. Ну, пока... У нас таких ошибок не бывает. У нас вот сколько рожениц. Всё нормально. Но... Да, мы тоже на это рассчитывали. Мы выбрали вашу клинику, потому что это лучшая клиника в городе. Мы так на вас надеялись. И помилуйте, а чем же мы не оправдали ваши надежды? Роды были сложные, но мы справились. Бля, я прям на иголках весь. У меня и так похмелье. Бля, я как будто... Как будто стул с пиками выбрал, отвечая просто. Мне... Ну, блядь. Боюсь пошевелиться. Я в ахуе, блядь. Без травм, без асфиксии, не пострадал совершенно. Всё, слава богу. Ничего себе. Да вы что, шутите? Моя жена родила темнокожего ребёнка. По-вашему, это нормально? А я-то тут при чём? Моё дело роды принимать. А уж цвет и полребёнка от меня никак не зависит. Но я не могла родить такого ребёнка. Вы просто перепутали детей. Произошла ошибка. Я знаю, такие случаи в клиниках бывают. Может быть, у кого-то они и бывают, но только не у нас. Я сама лично принимала вашего младенца. И потом, простите, не каждый день у нас рождаются темнокожие дети. Сложно перепутать. То есть этого ребёнка точно родила моя жена? Абсолютно точно. Бля, я не могу. Ребят, это ёбанное испытание. Не, пока всё хорошо. В наши либеральные взгляды попадают, конечно. Привет, Данечка. И полистование. Люблю тебя, дай бог. Тебе здоровья, зайка моя. Удачного страны. Спасибо. Хорошего тебя, Ник. Спасибо тебе большое за суббит. Бля, рубик жёстко. Взбодри как-нибудь ПЖ. Эх, вот бы звук нормальный на будильник. Давай, блядь, давай, нахуй. Мне ещё кое-то во сне ножом угрожал. Вот так чё. Встал, блядь, взбодрился, нахуй. Ребят, я как на иголках ёбаных. Мне прям... Давайте, ну, скипнем, короче. Я просто, понимаете, тут ещё в чём прикол. Я это комментировать даже не смогу. Вообще никак, практически. Не, я говорю, они... В наши либеральные ценности, конечно, их повествование попадает. Но я боюсь, что появится вдруг какой-то антагонист или там ещё кто будет против этого ребёнка, и он гадость какую-нибудь скажет, и всё, у меня жопа... Ну, вот моя жопа, вот представьте, нахуй, взрыв. Так что давайте что-нибудь другое, пиздец. Блядь, что с сегодняшним стримом? Я в ахуе, блядь, сука. Бля... Понятно, здорово. Так. Блядь. Блядь. У 40-летней Зинаиды Забелиной двое детей. Сын Никита и дочь Ярослава. Их отец умер рано, и Зинаи... Хуеслава! А-а-а, батя, сука! Полгода назад женщина сошлась... Всё, сейчас расслабон пошёл, наконец. ...с Борисом, который недавно переехал жить к ней. В тот день Зинаида просматривала объявление о продаже недвижимости. Женщина планировала разменять свою трёхкомнатную квартиру на две однокомнатные для детей и небольшой дом для себя и Бориса. Нихуя себе! Трёхкомнатную квартиру на две однокомнатные, ещё и дом. А может, ещё чё, блядь? На город целый обменять свою трёхкомнатную не хочешь, пиздец. А ты будешь с мёдом? Спасибо, Слав. Посмотри, что ты думаешь. Позьмём модем крутой. Дочь Зинаида Ярослава учится на факультете журналистики и мечтает о карьере телеведущей. Сын Никита оканчивает политехнический институт и планирует... Балбес, лоботряс. ...на своей девушке Алине. Да, подъезжайте. А, хорошо. До встречи. К чему? К выему ему? Сказал, что через 10 минут будет. Зина, документы на квартиру у тебя где? Да сейчас всё достанем. У меня всё в одном месте. Зинаида отправилась в гостиную, чтобы достать необходимые бумаги. Однако, к удивлению, женщины папки с документами на месте не оказалось. А где? Бля, я так же документы на землю свою проебал, прикиньте. Я когда понял, что надо её продавать, чтобы на квартиру типа копить, я понял, что у меня папки просто... Ну, документы с землёй нету вообще, всё потерялось, короче. Ну, мы всё восстановили, но я тоже охуел, конечно. Папка, посмотри там внизу. Жёлтая, на резиночке вчера такая была здесь. Вот там, вот. Вот по той, вот сей. Слав, ты не брала? Да нет, мам, зачем она мне? Ты сама не могла я куда-нибудь приложить? Да ну что ты, ну, вчера только что документы, квитанции туда закладывала в эту папку. Не найдя документы, Зинаида решила позвонить сыну и спросить у Никиты, не попадалась ли ему на глаза жёлтая папка. Поговорив с сыном, женщина начала паниковать. Никита не брал, ну, ну куда же она деться-то войдёт? В конце концов. Ну. Ну. А вдруг? А вдруг? Залезли. И украли эти документы, а? Да, в трусы были. Бросьте, ну. Да что бросьте, что бросьте? Бля, представляю, вору залезать, ищем документы на квартиру. Золото, деньги, телевизор. Оставь, блядь, документы на квартиру, блядь. Вера, вот передача. Там же, реально, берёшь документы на квартиру чужие. Вот я вот на вашу квартиру взял документы, стёрка, ёпта, ваше имя стёр, своё вписал, всё, пиздец. Я теперь, ну, теперь это моя квартира, это же так работает. Документы на квартиру в чужих руках это самое, ну, охуенно. Парень, что мошенники, если схватят документы, квартиру продадут, а ты не узнаешь никогда, пока тебя выселять не придут. Мам. Реально, блядь. Понятно, буду знать. Украшения все здесь, деньги тоже здесь. Разве горбы это оставили? Да что эти украшения? Да нахуй, да, блядь, документы на квартиру, чё, ебанулась, блядь. Видите, какие это стоят на квартиру? Это наша, сколько стоит? Я тоже, ребят, я вот все свои деньги храню не в рублях, не в долларах, как многие думают, да, или не в фунтах, а в документах на квартирах. Ценная хуйня, вы чё думали? Зин, тихо. Бля, пиздец, вот как ни серия начинается, да, всегда есть какая-то женщина, да, у которой просто, ну, прям, кукушечка так, ну, прям, посвистывает так жёстко, короче, и все от неё в ахуе, короче. Я испугалась, да? Понятно, серия будет хорошая. Мне нравится паникерши. В каком-то шоке была, со мной какая-то паника произошла. Все соседи на тот момент знали, что мы продаём квартиру. Многие были в курсе, что мы собрали все документы. Действительно, на нас кто угодно мог навести, нас могли ограбить. Бля, ты в своём углу, я в банку. Бля, надо будет её засемплировать и песню сделать, всё, забил. Я идею забил. На следующий день, почувствовав себя лучше, Зинаида отправилась восстанавливать документы. В этот момент ей позвонила дочь. А делов-то ты? Зинаида не поверила своим ушам. Ярослава уверяла, что только что видела Бориса целующимся на улице с другой женщиной. Опа! У меня в голове просто не укладывалось. Борис с другой женщиной. А как же наши мечты? Домик у леса. А зачем же тогда весь этот фарс продажи квартиры? Нет, не могло быть это правдой. Зинаида попыталась дозвониться Борису, чтобы прояснить ситуацию. Однако мужчина раз за разом сбрасывал звонки Зинаиды. А вскоре и вовсе отключил телефон. Я места себе не находила. Я не понимала, почему Борис сбрасывал мои звонки. А-а-а! Борис, она его называет не Борис, а Борис. Не дозвонившись, Борису Зинаида отправилась к нему на работу. Он был крайне удивлен ее неожиданному появлению. Что с тобой? Что случилось? Боря, скажи мне, пожалуйста, правду. Я тебя умоляю. Слава мне сейчас сказала, что она видела тебя с какой-то женщиной. У тебя с этой женщиной все серьезно? С какой женщиной? Зин, ты о чем? Не, не все серьезно. А, ну тогда я пошла. Слава мне сказала, что у тебя с этой женщиной все серьезно. Да не, я просто так, ну, пососались, часы разошлись. Ну, все, буду знать. А, я тут думал, все серьезно. Ну, ладно, пошел. То ведь не целовались. Да что за глупости-то? А чего пишете про строчку мою, я не понимаю, это в тему что-то? Скажи мне правду. Я тебя умоляю. Да правду я тебе говорю. Ну, не мог я ни с кем целоваться. Я лишь с утра на работе. Да она видела тебя прямо только что. Да я не мог. Я же здесь с утра. Я никуда не выходил. Обозналась твоя слава. Перепутал меня с кем-то. А почему тогда ты сбрасываешь мои звонки? Я тебе звоню. Я говорю, все, нахуй, блядь. Ты трубку не берешь? Ну, представляете, с мужчиной живет, там, долгое время у них уже, там, ребенок, там, куча недвижимости, любовь такая долгая, да, там, ну, вот, отличная, отличная семья. Ну, вот, как только ей позвонил какой-то хуй левый и сказал, что, там, я видел твой муж, или женщина, и сказала, что я видел, твой муж целуется, все, ну, стоит верить тому, кто вот позвонил. Это, ну, правда. Телефон у меня украли. Как украли? В автобусе, похоже, вытащили. Дома, помню, на работу собирался. Пиздом, пиздом, он что-то задумал. Бля, я говорю, пиздит, сразу видно. В голову прохожу, и нет. А может, она к лучшему? Да, я, давно это пора... А, дочь позвонила? А, ну, тогда ладно. Я думал, реально, просто левую какая-то. Телефон это новый купить. А что, дочь, блядь, что-то я не выкупил. Я тебе еще раз говорю, ни с кем я не целовался, но ты мне веришь? Ну, хочешь, хочешь, ребят, тебе подтвердят, что я с 9 утра здесь торчу, никуда не выходил. Пойдем, пойдем. Ну, пойдем. Да, ну, больно. Да, ты здесь. Че, а, че, заднюю-то дала, блядь, да? Я тебе, ну, прости. Называется, это груз поднял на дно, пошел нахуй. Ты давай, в следующий раз, когда будут какие-то, даёбы, аргументируй еще хоть как-то, нормально, блядь. Так стыдно мне было. Ну, как я могла... Тоже за тебя стыдно, пиздец. А, это еще и очень понятно. Перед Бори. Ну, конечно же, Слава обозналась. Да-да, а эту поддержку в других ищут, согласен, согласен. Написать заявление о восстановлении документов на квартиру в тот день Динаида так и не успела. Сходив за продуктами, она вернулась домой. Привет, мам. Как дела? Перед объяснением Бориса. Ладно, как у тебя учеба? Нормально. Нормально. Все, я забыла, что у меня сейчас отчим целовался с кем-то. Нормально. Как ты с Борей поговорил, мам? А. Поговорила, Слав. Ты знаешь, это не он был, это ты ошиблась, Слава. Я не могу, ты говоришь. Милая моя. Ты знаешь, это не он был. Но ты знаешь, это не он был, это другой. Сходи, Ого. Айдон тебе сказал, да? Ты ему поверила? Ну, конечно, поверила. Он целый день в мастерской был, не выходил. Борис. Ребята подтвердили. Мам, я не могла перепутать. А ребята его покрывают. Ты сама это знаешь, мам, что они его покрывают. Так все мужики делают. Да, эти мужики, согласен, эти мужики. Слава, что это за пакет? Слава, это Слав, Слав, это телефон новый, я Боря купила. Старый у него. Опа, альфонсик у нас тут, смотри-ка. Боря, Боря, это у нас альфонс, блядь. Ты купила? Да. Мам, ты с ума сошла? Ты сумасшедшая, что ли, я не пойму? Мам, он тебя обманывает, дуру из тебя делает, а ты ему телефон новый покупаешь? Слава, Слава, прекрати. Не такой, Боря. Мерло, ты Слава, Мерло? Мам, ты веришь этому козлу? А родной дочери не веришь, мам, да? Мама целовался с другой женщиной, ты это понимаешь, мамочка, ты понимаешь это? Он на самом деле с дочерью целовался. Я бы выведу на чистую воду, мам, вот увидишь. Ой, Славка у меня такая, заводится с полу вар. Такая немножко с припиздонами. Что в тебе мешать себе в голову, все, опиши, пропало. Да, черт, блядь, да. Оставалось только ждать, что успокоится и поймет, что ну не могла она видеть Боря с другой женщиной. Я тоже, я верю больше, это самое, я больше верю отчему, чем своей родной дочери. Закончив дела в кухне, Зинаида решила немного отдохнуть. Зайдя в спальню, она неожиданно застала в своей комнате Ярославу. Ты что здесь делаешь? Да, мам, что надо, то и делаю. Деньги ворует. Узнаешь? Опа! Ну это же... Да, документы на нашу квартиру. Что они делают у Боря, если он сказал, что он их не трогал? Ля, там смотрите, чел какой сидит. Ебать! Смотри, 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 вон туда назад, смотри, как устраивается. Да ты шо? Ты посмотри, как лапки подпел. Блядь! Может, я не перевожу, да забыл? Всякое бывает. Лучше скажи, что ты тут в чужих вещах-то копаешься. Я копаюсь, потому что я больше не верю Боря, мам. Ну там уже не шпендик, там серьезный уже мужчина волосатый сидит, реально. Я своими глазами видела, как он целовался с другой женщиной. Я хотела найти доказательства, я нашел. Она подкинула, я вот, ну, мне кажется, что это самое... Збатонился. Реально, смотри, батоница лежит, батоница. Бля, хорошее слово, смотри, батоница. Лежит, вообще, похуево. Ну, это не шпенд, я вам серьезно говорю, это не шпенд, это очень серьезный мужчина уже волосатый, видно, взрослый кот. Батоница лежит. Да она подкинула, я вам серьезно, я вот дочери не верю, если честно. Мама, ну не могла ты его видеть с другой женщиной. Ну что ты не успокоишься-то в конце-то концов, а? Что ты неугомонна, это какая, а? И вообще, в чужих вещах рыться неприлично. Ударь, ударь. Ну, в качестве воспитания, нет? Ну ладно, я просто, ну, я осуждаю. Мам, знаешь, что я думаю? Мам, я думаю, что у Бори аферист. Аферист и обманщик. Я была в таком... А сколько они живут, я все пропустил, сколько она живет с Борисой? Я вообще не понимала, как можно было так слепо верить Боре. Ну сколько я его знала? Полгода. Бля, она теперь, бля, она прям, ну, вообще, без, беспрекословно верила Борису. А потом, короче, дочь с ней поговорила, она такая, бля, как я могла ошибаться, типа, такая хуйня вообще странная. А если бы мы из-за него стали с детьми бомжами, что бы мы тогда делали? Ну, бомжевали. Я, правда, не, я не эксперт, но, по-моему, бомжи бомжуют. Зинаида Забелина планирует разменять квартиру, чтобы купить детям отдельное жилье, а самой переехать за город со своим женихом Борисом. Я, сука, ммм. В поисках доказательств, что ты, Зинаида показала ему найденные бумаги и потребовала у него объяснений. Мы требуем объяснений. Борис нашла, только не я, а Слава. Ну вот, ты боялась. Борь, Слава, нашла их в твоей сумке. Стоп, стоп, стоп. Она нашла их в моей сумке. Зачем ты их там прятал? Стоп, стоп, стоп. Она лежала в моей сумке. Борь, признавайся сразу. Честно, пожалуйста. Да, реально, у нее нет нейтрала. Видите, человек, который прям, ну, либо мир делится на черные и белые. Она реально либо верит дочери, либо этого самого Бори. И вот Боря как-то убедительно что-то ей сказал. Она такая, бля, точно эта дочь виновата. К дочери подходит. Дочь ей что-то убедительно говорит. Она такая, бля, точно эта дочь провозила. Понятно, буду знать. Что? Да как ты себе это представляешь? Ну, да вообще, откуда такие мысли-то, Зин? Да какой аферист, ты на его свитер посмотри. О чем же я еще должна думать? Когда ты же мне сам говорил, что ты в глаза не видел эти документы. Помогал мне их искать, а мы находим у тебя их в сумке. Ну, не трогал я их. Я просто понятия не имею, как эти документы оказались в моей сумке. И, кстати говоря, еще меньше мне нравится, что кто-то в моих вещах что-то без спроса ищет. Если бы попросили, я бы сам бы все показал. Ну, конечно. Конечно. Зин. Я думал, ты мне доверяешь. Сейчас, сейчас, он ее убедит, смотрите, бля, просто скриньте. Она сейчас, сейчас будет это интервью, где снизу, бля, я поверила Боре. Вот что-нибудь такая охуенность. И такая, да, на самом деле, все-таки Борька-то у меня хорошая. Вот что-нибудь такое сейчас будет. Вот, допустим, крутил бы я там что-то с твоей квартирой у тебя за спиной. Ну, как ты думаешь, вот не сбежал бы я при первой возможности? Так ты еще это можешь... Ну, если так думать, ты еще, наверное, не закончил дело, чтобы сбежать. Ну, какой смысл мне держать эти документы у себя так палиться, если у меня и так есть к ним доз? Борь, а зачем же ты их прятал-то тогда? Да не прятал я их. Я прямо ума не приложу. Я, я не могу. Как они оказались в моей сумке-то? Такой, сука. Подожди. Я тут недавно свои документы на комнату разгребал. Я вот так же, короче, это самое, знаете, когда проебывался в школе, где-то до седьмого, до восьмого класса, когда мама еще более... Нет, до седьмого класса, когда мама еще более-менее следила за тем, ну, сделала я урок или нет, пока нахуй не забила. Знаете, пока не сказала, блядь, делай, что хочешь. Вот. До этого момента я помню, знаете, типа домашку записываешь не до конца, знаете, типа, ну, допустим, ну, допустим, по английскому задали, по русскому задали, еще на самом деле по математике и там еще по какому-то предмету. Ты-то не пишешь. И вот, и мать такая что-то заподозрила, и, знаете, вот бывало, на класснице позвонила, такой самый, который все козлит. И на класснице вот козлила такая, вот, да, еще математику задали, еще что-то, и мама мне рассказывает, я вот так же такой. Раздались мои сумки-то. Как, блин, как... Вот я вот так же отыгрывал. Как я не записал, как я... Блин, я что-то... Странно. Подожди. Как, как, подожди, подожди, бля, вообще копия, прям вот флешбайк. Я-то недавно свои документы на комнату разгребал. Я вот же, да, я вот же, литературу сделал. Ну, случайно тебе стопку... Я постоянно прогонял, типа, но я же не мог, типа, вот смотри, я же не мог сделать, ну, допустим, если бы я хотел домашку делать, да, я бы, наверное, уже все сделал, раз я сел, ну, делать, типа. Зачем мне наполовину останавливаться? Такую хуйню прогонял. Ну, я такой наглецкий треск. Я хотел тебя обмануть. Поверь мне, меня бы здесь давно уже не было. Ты мне веришь? Я поверила Боре. Готово, блядь! Он так искренне говорил. А то, что документы мои... Ну, все, иди тогда на дочь, ори тогда дальше. Хули поделать, блядь. А она сейчас всю серию между дочкой и отцом, как ебаный мячик по волейболу, блядь, будет скакать, нахуй, ну, отношения. Быть невероятным стечением обстоятельств. Готово, блядь, солнышко. А что это написано было? Прислушалась к объяснениям Бориса? В сумке, могло бы. На следующий день Зинаида допоздна задержалась на дне рождения у подруги. Придя домой, она неожиданно обнаружила на полу спальни чек из магазина, в котором числились вино, сыр, фрукты и презервативы. Там был настоящий джентльменский набор. Только вот одно но. Презервативами-то мы никогда с Борей не пользовались. Получается, что это он все покупал не для меня. Выходит, что? Славка была права? И у Бори есть любовница? Ну, может, он дрочит презерватив. Ну, а вдруг, блядь. Когда Борис вернулся домой, Зинаида предъявила ему найденный чек и обвинила Бориса в измене. Ты прекрасно знал, что меня до вечера позднего не будет. И я смотрю, ты не растерялся. Очень хорошо времечко провел. А сейчас ты где был? Свою пассию провожал, что ли? Зинь, да я с ребятами весь день был. Тебе кто угодно подтвердит. Знай я вашу мужскую солидарность. Да, да, вот эти мужики, да, согласен. В чем здесь солидарность-то? Мы с Костяном и Сфиди в мастерской весь вечер проторчали. Это для дочери, да, полюбас. Аппарат один накрылся, ну чинить пришлось. У тебя что, журнал рабочий? О, Т2Х2, спасибо большое за рейд. Дай бог здоровья. Всем здорова, присоединяйтесь к нашей трансляции. Антоф, спасибо большое за рейд. Присаживайтесь поудобнее, смотрим великолепное шоу. За всю историю российского телевидения, называется «Не в Рим, не лучшие актеры», которых находят на сайте актеров-любителей, за смену платят 500 рублей. И оператор, который постоянно спотыкается и, ну, ест одновременно, пока снимает. Потрясающе, я вам всем советую, сюжет интереснейший. Показать. Ну, там все отмечено. Борь. Да, чатик, поздоровайтесь с рейдерами. Ты что, на работе что ли был сейчас? Ну, чё не позвонил-то? Ну, чё он ей прогнал? Я чё-то не понял, подожди. Ну тебе что, журнал рабочий показать? Ну, там все отмечено. Борь, ты что, на работе что ли был сейчас? Ну, чё не позвонил-то? Я помню, ей прогнал, прикиньте. Ну, чё не предупредил, что задерживаешься? Не, одно дело, когда ты основываешься на словах дочери, да, которые, может быть, как-то придято к нему, другое дело, реально, чек прям, ну, подозрительный максимально. Конечно. И она реально поверила, я в ахуе, блядь. Бля, как она дожила до своих лет, я вообще... Время к номеру не пошло. Ну да, прости, я не подумал как-то. Да, чё-то, прости, чё-то я... Тогда чек, наверное, я, наверное, сделала, забыла. Я кричал себе, чек не мой. Ну, слушай, ну захочешь проверить завтра по журналу, да? Ты у Никитки лучше спроси. Наверняка ж его. Ну, может, у них с невестой дата какая была? Может, конечно, и его. Только Никитка-то уже несколько дней у Алины ночует. А как чек-то у нас в спальне оказался? А, там ещё и сын есть? А-а-а. Я не знаю. А-а-а, вдруг он это... Что, как? За вещами заезжал, и... И чек выпал. И снова я ему поверю. Ха-ха-ха-ха-ха, я не удивлю. Бля, вот что-что, я нихуя не удивлён. Вообще, буду знать. Ну, в этот раз меня, конечно, не его слова убедили. Ну, я как-то сердцем, что ли, почувствовала. Чтобы отбросить все сомнения, Зинаида тут же позвонила. За которую ты хваталась в начале серии, потому что не могла документы от квартиры найти. Слушай, Никит, тут такое дело. Скажи, ты сегодня домой не заезжал? Зинаида рассказала сыну о своей находке. Но Никита заверил мать, что давно не появлялся дома и подобных покупок не совершал. Он предположил, что, возможно, чек мог принадлежать его сестре. Ой, да ты что? Ха-ха, чё, блядь? У Славки парень, что ли, появился? Ответ сына поразил Зинаиду. По его словам, он уже несколько раз видел сестру в компании взрослого мужчины. Опа, я же сказал, блядь, что вот это что-то мутит, блядь. Никита меня просто поразил. С каким спокойствием он об этом говорил. Его сестра крутит шашни со взрослым мужиком. Что у этого мужика на уме, нам абсолютно неизвестно. Может, у него жена, дети. Использует бедную девочку, да и вышвырнет потом. Буду знать. После разговора с Никитой Зинаидой решила серьёзно поговорить с ним. Ебать, а чё она там рубится, сидит? Вконтакте сидит, походу. Чешо, блядь. Хуй знает. После разговора с Никитой Зинаидой решила серьёзно поговорить с дочерью. Слав, мужчина, с которым ты встречаешься. Нихуя Сенхайзер, вот эти 250 или как их там, нихуя. У него есть дети. Мам, подожди, какой мужчина? То есть на Сенхайзер деньги есть, на монитор нормальный нету, я вахну. Предварись, пожалуйста, Никита тебя видел. А, она просто рабочий стол смотрела, буду знать. Не понимаю. Вот чек, он ваш? Смотри, здесь шампанское, презерватива. Нет, это не мой. Слав, ну я же ведь не к тому, что тебе ещё рано заводить отношения. Конечно, ты девочка взрослая, сама уже можешь всё решать. Но мужчина вот этот твой, с которым ты встречаешься, что ты про него знаешь? Так, мам, этот мужчина, с которым меня видел Никита, никто иной, как просто мой продюсер Игорь Петрович. А не то, о каком вы подумали. А прежде чем тебе капать, Ник мог бы у меня спросить вполне. Какой ещё? Продюсер. Что? А вы продюсер? Продюсер набирает телеведущих в проект. Я прошла кастинг. Собираюсь в Москву. Договор подписан. Привет, Даня. Как дела? Заработала денег и принесла тебе. Привет, Алиса. Дела заебись. Спасибо большое. Благодарю тебя. Одну секунду. Дай краба, вот это уважение, блядь. У тебя всё получится, я в тебя верю, блядь. Здорово, здорово. В Москву. Славка, ты что, с ума что ли? Какая Москва? Вот этот... Ааа, ну да, это же так и работает. Твой продюсер, как ты говоришь, он тебе лапши на уши вешает. Мам, никто никому ничего не вешает. Вот я так и знала, что нельзя было тебе говорить... Здорово. И ты никогда не понимаешь, мам. Блядь, я бахую, блядь. Там всё серьёзно, контракт подписывается. Славочка, миленькая моя, девочка моя. Скажи мне, пожалуйста, этот твой... Ну, Игорь Петрович, он тебя что, спать с ним заставляет? Мам, ты с ума что ли сошла? Что за бред? Я сама. Ну, смотри, с этим... Не заставляй, я сама заходи. Тревизоров. Ну что же я должна ещё... Для ускорения процесса надо думать, когда я такие чеки дома нахожу. Мам, это не мой чек. Ну а чей же ещё, если это не Никитин и не Борин. Я не знаю, где ты его вообще нашла? Ну, в спальне у нас нашла. В спальне? Это вот твой, да. Ну, тогда тебе лучше ещё раз подойти к Боречке к твоему. Он явно что-то не договаривает. Не, ну вот сразу видно, вот стоит ей поверить. Потому что видно человек... Ну вот я бы на месте матери, дочери сейчас бы поверил. Потому что видно, что человек никогда не врёт, например. Молчит про то, что она в Москву уезжает с каким-то продюсером. Только, блядь, когда её поджали, она об этом рассказала. Так что стоит ей верить, сразу видно, человек ничего не скрывает. Слава? Это чё? Сейчас я вам говорю, она сейчас ей поверит. Сейчас будет интервью, где внизу будет подписано. Поверила, блядь, дочерь. Она такая, блядь, а что если действительно... Я вам базарю просто скриньте. Конечно, не борю. Это Славкин, стопудово. Логика, мам. Просто супер, потрясающе. Я тебя прошу, не ёрничай, пожалуйста. Я же переживаю. Давай, давай, это... Я просто хочу сказать правду. Мам, это правда. Ну ты на неё плевать хотела. Ты пошла честно, претерматива. Решил, что твоя дочь... И спит со всеми мужчинами за красивой сказочки. Славка? Ну не совсем уже с одним. Славка, ты куда собираешься, а? Да ну тебя, мам. А ну-ка быстро остановилась. Я тебе сказала, стой! Хукай. Как со Славками? Да надо было хукать, блядь, нахуй. И всё, это... Ульту и вонючку включаешь. Это было нелегко. Урну ещё кидаешь на неё. Вот получился из неприятных. Ну что было делать? Я же переживала за неё. Молчать, что ли? Ну как, я должна была узнать правду? Вдруг этот Игорь Петрович действительно хотел ей воспользоваться? Не, не хотел, блядь. Он реально в ней перспективу видит. Это серьёзно. Ты посмотри, как она разговаривает вообще, как себя подаёт. Ну видно же, будущее звезда. Вечером Ярослава домой так и не вернулась. Зинаида не спала всю ночь. Обзванивает друзей и знакомых дочери в попытках разыскать её. На звонки матери Ярослава не отвечала. Утром домой пришёл Никита. Что случилось? Ебать! Ебать влетел! Смотри, смотри! Домой пришёл Никита. Что случилось? Я думал, что... Просто начинаю... Что случилось? Славка из дома ушла. Мы с ней так вчера поругались. Только не говори, что это из-за меня. Бля, вообще прикол. Женщина, ну вот, мать, она вообще, ну молода выглядит, согласитесь. Ей, ну, сорок... Ну, вот актрисе, ну вот она выглядит, ну, сорок там... Ну, сорок пять прям предел, короче. И она сначала в серии за сердцем хватает, валидолчик прям в ахуе, блядь. Сказал, потому что... Тебе пятьдесят-семьдесят... Врачи... А она так завелась. Не знаю, что теперь её искать. Так это её, типа, парень? Или она не сказала? Сказала какой-то продюсер. А что знать от продюсера, ждать? Откуда я знаю? Я уже всех подружек обзвонила, весь интернет списала. Никто не знает. Ну, где она? Мам, ты вернёшь, Слав, куда она денется? В этот момент в квартиру вошла Ярослава. Зинаида, обрадовавшись возвращению дочери, бросилась к ней навстречу. Так, посмотри, специально для тебя взяла справочку от гинеколога, попросила попонятнее написать. Слав, я ничего не понимаю. Почитай. Я все еще детственница, мам. Неожиданно, да? Тяжелый случай. Прошли, девчонки, что в школе? Это их проблемы, Ник. Такая же, бля, посолить на эту... Почитай. На брата. Я все еще детственница, мам. Неожиданно, да? О-о-о-о. Тяжелый случай. А-а-а, буду ждать. Наши мальчики девчонки еще в школе. Это их проблемы, Ник. А ты, прежде чем ябедничать маме, мог бы сначала спросить у меня, раз уж тебе так интересно. Слав, я не ябедничал. Просто мама спросила про чей код, я решил, что это твое. Замечательно. Ну что ж, теперь мы все знаем, что чек не мой. Что дальше? Слава, миленькая моя, прости меня, пожалуйста. Ну ты ж мне совсем ничего не рассказываешь. Ну ты можешь мне рассказывать, а? Я же могу тебе помочь, когда смогу. Ладно, прости, мам. Ты права, здесь есть моя вина. Слав. А-а-а. Ты можешь меня познакомить с этим Игорем Петровичем? Я хочу узнать у него, какие у него у тебя планы. Ты не против? Ну конечно не против. Только нам нужно, наверное, узнать сначала все-таки, чей это чек. Если это не мой, не Никит, не Николай. То есть я правильно понимаю, она несовершеннолетняя? Вроде бы, да, как? Ну. Я хуй знаю. Ну я думаю, хорошо, ей, наверное, по сценарию лет 16-17, хорошо. Она несовершеннолетняя? У нее есть какой-то продюсер, который увезет ее в Москву, чтобы она была звездой телевидения, да? То есть она, не имея никаких ораторских навыков, собирается идти на телек. И мать такая говорит, ну можно, пожалуйста, ты можешь меня познакомить с ним? Ну а вдруг он что-то не то... Бля, ты что? Ну головой не думаешь нахуй, я бахну, блядь. А можно, пожалуйста... Мам, докуда такая уверенность? Я свою непричастность подтвердила, а он нет. Мам, какие еще могут быть варианты, но ты сама подумаешь. Совершенно ли, по-моему, нет. Продолжал обвинять Борю. Но самое главное, я даже не знала, что я могу ей на это возразить. Мам, ну а вдруг Славка права? И ты туда же. Ну, правда. Хочешь, я сам за Борей прослежу? Узнаю, может, есть какой-то... Иди, это, за парикмахером своим последить. Да вы не понимаете, что я не имею никакого морального права на это. Я уже все границы ревности превзошла. Это правда? Я сказала, что это делать? А, она будет Е-18? Ну ладно, тогда ладно, тогда ладно. Закрыто! Я просто подумал, несовершеннолетние, так можно, я вот, хотя бы, расскажи, куда поедем. Мне, конечно, стыдно признаться, но меня так и подмывало, согласиться на предложение Никиты. Бля, вот чел, я писал. Он же хороший, пройдет по факту, она же реально уже в телеке. Она уже на РЕН-ТВ, нихуя себе. Чтоб он начал следить за Борей. Слава Богу, голова вовремя включилась. Я ведь все-таки Боре доверяю, а слежкой ведь можно было все разрушить. Бля, я придумал серию для создателей, ну для, для не в ремне. Создатели не в ремне. Забирайте идею. Чуть-чуть подпиздил у Black Mirror, но, по-моему, охуенно. Короче, персонажи понимают, что они в сериале. А как тебе? Разъеб же? Ну, то есть идет серия, что-то там какая-то хуйня, и тут они понимают, что они, короче, актеры. Что это все сериалы, их все снимают постоянно, короче. Нормально? Включило сообщение от сына. Никита, вопреки всем уговорам матери, все же проследил за Борисом и сфотографировал его целующимся с незнакомкой. Да это та женщина, мам. Опа! Вот урод, а. Опа! А сказал, что с мужиками в гараж пойдет. Какой гараж, бля? Ну все, попался, пчелик. Он же козел. Мам, ну все хорошо будет, мам. Посмотри на меня, ну посмотри. Она такая красивая у меня, такая молодая, мам. Ну я же ему верила. Ну у нее психологический водорос 100, я тебе серьезно говорю, блядь. И этого человека я защищала. Я готова была в чем угодно обвинить свою родную дочь. А ему верила беспрекословно. Да. И такой удар в спину от самого близкого родного человека. Да у них не серьезно все. Как там? Так больно. Да, пчел козел. Да, пчел козел. Айда Забериной Ярослава сообщает матери, что... Да мы знаем, бля, хулика нам перескажет, что будет. Зла по предательству возлюбленного. Зинаида еще долго не могла справиться с эмоциями. Прости меня, зрителя не слушала. Как с ума сошла от этой любви. Как дура какая-то. Мам мой, мам, ну ты че? Ну мам, ну почему как? Ну не надо. Мам, ты пошли. Бля, я такая мразь. Я так себя люблю, конечно. Мало ли еще, что он сделает. Может, ты отдать риск какую-то, мам? Да, мам. Я все у нас с тобой хорошо буду. Ну не план. Ну ты чего? Смотри, я тебя успокаиваю. А ты меня должна успокаивать, а не я тебя. Надежда, все усилие, ну мам, сына. И я тоже найду. Мне, я говорю, шоу, да, ребят, разъебать. Я не знаю теперь, как мужикам верить после этого. А им верить, бля, не надо, нахуй. Да, они все, бля. Че, на вы сейчас с вами погуляем? Не надо верить им. Дите, вы нам нарожаете еще. Слава, конечно, меня утешала. Но в душе кошки скребли. Так было гадко, мерзко. Не знала я теперь, как я буду на него смотреть. Он бы опять начал выкручиваться, врать, изворачиваться. Ну, как вот можно быть таким двуличным человеком? Когда Борис пришел домой с работы, Зинаида уже собирала его вещи. Зинаида, а что происходит? Ты уезжаешь, вот что. А объясни, ты мне ничего не хочешь? Че о су пишем? А ты мне объяснить ничего не хочешь? Да что? Ну, это недоразумение. Эта девица, она вообще... Это не я. Она была в стельку. Ты сама на меня с поцелуями налетела. Я даже понять ничего не успел. Ну, теперь, кажется, я понимаю. Да ты пиздун, чел. Чел, ты пиздун. Откуда у тебя это фото? Никита прислала. Хотя я его и просила за тобой не следить. Он меня не послушал. Значит, Никита. Отлично. Тебе не кажется, это интересное совпадение? Когда тот самый день, когда твой сын собирается якобы за мной проследить, появляется эта пьяная мадемуазель и лезет ко мне с поцелуями. Он успешно делает снимки и отправляет тебя. Кстати, возможно, сейчас по-любому так сюжеты повернется, короче, что-то мутит, прикиньте. Я ушам своим не могла поверить. Боря не думал ни в чем признаваться. Он все валил на Никиту. Ты же хочешь сказать, что это Никита, что ли, тебе эту бабу подсунула? Да, хочу. А разве это не очевидно? Ча, я, прикиньте, через пять минут, типа, поверила Бориса. Я такая, бля, а что если действительно? Я тебя снижили. Я не удивлюсь. Да не могла она меня с ней видеть. Я сам эту тетку сегодня впервые в жизни видел. Что, дурак пытался ее домой проводить? Думал, как она в таком состоянии дойдет? Только она от меня убежала. Да что ж ты за человек-то такой, а? Да что ж ты не можешь признаться-то ни в чем честно? Это правда я тебе говорю. И как вообще Слава может утверждать, что видел у меня вот с этой самой девицей, если здесь толком даже лица ее не видно? А потому что она журналист. И у него очень хорошая память. Какой журналист, блядь? Просто очень хорошая память. Все. Аргумент у меня закончилось. Я не знаю, чем я не угодил. Чел, ты слит получается, чел. Иди, давай офис позор. Иди, дай ему. Но они явно пытаются меня выжить. Ну и пёздую. Интересно, зачем? Хотел бы я знать. Это у них спросить нужно. Зачем? Ну, вот присмотрись. Ну что ты видишь? Это же на меня целует, а не я ее. Слушай, я уже не знаю. Сначала Славка тебя видит с другой бабой. Потом этот чек. Теперь это фото. Ну что ты привязалась к этому чеку. Ну, он мог вообще-то нам случайно попасть. Как случайно? Ну как? В окно залететь, блядь. На консерву. Сюда форточку открыли. Вот так. Хуя-хуяк ветром. И принесло как перышко летает. Чужой чехмеда своего взять. Сунуть его в карман, он выпал. Зина, верь мне, пожалуйста. Я тебе не изменял. Поговори с детьми. Но если они так не хотят, чтобы... Чел, чел, просто признаешь, что ты ботик. Чел, ты ботик, и ты слишь. Я был с тобой рядом. Ну почему бы им открыто об этом не сказали? Давай, чел, крути педали, пока пизды не дали. Давай, все, тебя выкурили с квартиры. Ты проиграл этот бой. Чем больше Боря говорил, тем больше я начинала сомневаться. Я, конечно, не верила, что дети могли бы подставить. А, бля, я не могу! Она реально, бля, начала верить. Я, бля, ммм, понятно, здорово. Буду знать, бля. Да я говорю, эта женщина не в порядке. Помогите кто-нибудь, блядь. Казаться недоразумением. Помогите девочку. Помогите, блядь, девочки, я в ахуе, блядь, пиздец. Как она дожила до своих лет, я в ахуе, блядь. Как она умудрилась родить кого-то, блядь. Прислушавшись к словам Бориса, Зинаида решила, не откладывая, поговорить с Никитой. Она пересказала сыну версию своего жениха. Однако Никиту возмутила наивность матери. Да как ты можешь ему вообще верить после всего? Ну мы хотя бы выяснили, кто ботик. А Боря, вот например, вас со славой во всем обвиняет. И говорит, что это вы хотите его из дома выжить. И что ты эту девицу сам подослал, чтобы его подставить. Понимаешь? Что? Что? А то. Мам, да нафига это мне? Мы с Алиной отдельно жить хотим. Я понимаю, что если ты выгонишь Борю, то... Ты, мам, если, ну, ну, типа, ты, если... Мы не разменяемся никогда. Что? Сиганёга. Мам, да нафига это мне? Мы с Алиной отдельно жить хотим. Я понимаю, что если ты выгонишь Борю... Мам, ты, эээ, это, ну, типа, ты, эээ... Если, ну, мы жить, эээ... Бля, пиздец, сука. Ничего не скрывает, человек сразу видно полностью. То, мы не разменяемся никогда. Я это понимаю, мам. Эээ... И заметь, а все равно тебе эту фотку отправил. Эээ, мам, ээээ... Ну, эээ... Тем не отправлять, не следить. Просто противно, что этот хмырь тебя обманывает. Хмырщик. Так нельзя, ну, не обзывайся так вообще. Ну, нехорошо так. Да что ж это такое, да? Да что ж, я ему все время верю, да? Да что ж за наваждение-то такое? Мам, если ты не можешь его самовыководить, давай я им займусь, хочешь? Опа! Стирным не было перед сыном. Пошел! Вроде меня, можно сказать, от своей мечты отказался. Да, да, все, я понял. Опять она поняла, опять снова она поняла. Снова она поняла, что она, блядь... Я говорю, ёбан... Это не человек, а ёбаный волейбольный мячик. Нахуй. Бэнк, 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 бэнк. Блядь, всю серию, нахуй. Отвечаю, вот кто только пришел, вот я вижу, ребята еще с рейдой сидят. Она с самого начала, так бы... Чё тут, блядь... Дочь сказала на отчим, она к отчиму. Очень про дочь, она к дочери. Дочь про отчим, она к отчиму. Очень про дочь, она к дочери, блядь. Пиздец. Всю серию, нахуй, блядь. Ну, сейчас уже очевидная хуйня, что факты против отца. Виноват он, не виноват, и так далее. Ну, блядь, сейчас факты против него, как бы. Пять поверила Борь. Ну, ебать. Никита выпроводил Бориса из квартиры и вернулся к матери. Ёбаный баунс, блядь. Вскоре из института вернулась Ярослава. Никита рассказал сестре о произошедшем. Простите меня, пожалуйста, дети. Да, Матя, прости. Поверила я ему. Ну, совершенно невозможно понять. Ну, это ничего, ничего. Один раз, ничего страшного. Говорит, когда врет. Да не парься, мам. Может, замки тогда остаёт сменить? Мам, да ты не переживай. Ну, ведь это должно было случиться. Боря – это скользкий тип. Мы никогда не знали, что у него на уме. Может, это хорошо, что так случилось? Дети были правы. И как я могла верить человеку, который постоянно врет? Я ещё тогда подумала. А может быть, это меньше и зол, что с нами могло произойти? Блядь, меньше думай. На следующий день Зинаида, немного успокоившись, по совету дочери сменила замки на входу. Я ещё думать противопоказанно, я так думаю. Борис пытался поговорить с Зинаидой, непрерывно звоняя ей. Однако женщина принципиально не подходила к телефону. Ну, сейчас Борис её где... Она сейчас пойдёт в магазин куда-нибудь. Борис её встретит такой. Да ты не так поняла. И она такая, блядь, как я могла ошибаться? Ну, чё, я вам говорю, базарю. Чё, совсем уже? Да не могу выключить, вдруг покупатели позвонят. Ну что, в следующий квартиру продаём? Конечно, продаём. Ну, я не знаю, а вообще стоит ли её сейчас продавать? А, во-во-во-во, они его слили, потому что что-то с квартирой они хотят остаться почему-то. Подумай, Слав, сама. Никитка женится. Им нужна отдельная жаркость. В чём сверху секрет энергии отца Бориса? Боря, давай я ещё на список его добавлю. Добавь. Так вот, повезёт нам, понимаешь? Две однушки получим, а может быть даже однушку и двушку на окраине. Ты со мной пока поживёшь. А скоро и замуж уедешь, и к мужу уедешь жить. Не знаю, мам, просто у меня вроде в Москве всё складывается, и я, скорее всего, туда уеду жить. Славочка, а ты меня, кстати, обещала познакомиться с Игорем Петровичем. Знаем мы таких, блядь. Мам, да познакомлю, познакомлю. Как раз собралась спросить, что ты завтра делаешь. С ним, наверное, знакомлюсь. Правильно? Ну, вот и договорились. Вот и договорились. Ну, в общем, насчёт Москвы, мам. Да, ребята, Бориса, Бориса восемьдесят девят, э, восемьдесят девятый. А уеду и там всё устроится, то я там квартиру куплю. А потом вас с Ником перетащу. А пока втроём вы живёте. Вы же с Аленой вроде ладите, мам, да? А без меня тут тесно не будет. Мне-то точно тесно не будет. Не знаю, как Никита отреагирует на это всё. Всё-таки семья отдельная, им нужна отдельная жилплощадь, отдельное хозяйство. Как ты думаешь? Не знаю, мам. Они вроде ребёнка хотят, и я думаю, что сейчас твоя помощь нужна будет как никогда. Вообще, есть ли смысл разъезжаться? Ну, ладно, с Никитой-то я поговорю. Ты лучше про себя расскажи. Как там твоя учёба? Ну, я как раз сейчас поеду узнавать насчёт того, можно ли перевестись на вечернее. Буду совмещать. Какая ты у меня умница. Она дневная. Всё продумала, а? Ребят, лучшие шутки. Кнопочка фоллоу должна уже быть нажата. Ну, а то. Я у тебя смышлёная девчонка вообще. Ты меня недооцениваешь. Я всегда гордилась своей дочерью. Она у меня молодец. Стратег. Просчитала всё на несколько ходов вперёд. Умная девочка. Буду знать. А вот поездку в Москву она тоже, я как смотрю, просчитала, блядь. Что-то такая, блядь, да я сейчас, ну вот, завтра перееду в Москву, да. Ну, денёк мне там обустроиться, там, квартиру заехать. Ну, через два дня я уже популярный стану. Я думаю, она вот так и рассчитывает, типа. Ярослава подписала контракт и уехала покорять столицу. Радость за дочь помогла Зина... Удачи. ...с переживаниями из-за измены любимого. Но неожиданно Борис снова появился. Беги, он сзади. Ты можешь мне не верить, но я ни в чём перед тобой не виноват. И теперь я могу это доказать. Давай. О, ебать, айпад купил. Из магазина, из которого ты... Откуда он его достал, подожди, блядь. Откуда он его достал? У тебя карман такой огромный, ты... Нет, ты можешь мне... Да реально, смотри, какой карман у чувака, ебать. Но ему надо доверять. Такие большие карманы не бывают у, ну, плохих людей. Я не верить, но я ни в чём перед тобой не виноват. И теперь я могу это доказать. Бау, а ты чё с ним вместо телефона хуешь, чёл? Вот видео из магазина, из которого ты нашла чек. На презерватив, помнишь? Да. Я выкупил его на охране. Специально выкупил, чтобы показать тебе, что меня на этом видео нет. Зато посмотри, кто есть. Никого не узнаёшь? Славка. Да, Слава. Опа! Я тут зашёл на её страничку. Да ты шо? Знаешь, кто есть у него в друзья? А я всегда верил Борису, ребят. Вот, никого не узнаёшь? Это Славина подружка, Соня. Держи. Я ж тебе говорил, что эту девушку наняли специально, чтобы меня подставить. Моя якобы любовница на самом деле Славина подружка. Я была в шоке. Сначала я подумала, что это очередной Борин фокус, но для фокусов это было как-то сложновато. Но я никак не могла поверить. Зачем Славе меня разлучать с Борей? Ну и всё, пора детей тогда из дома выкидывать. Я так считаю. Какой ты не пересказываешь? Зинаида немедленно позвонила дочери и попросила её прояснить ситуацию. Ярослава долго отпиралась, но потом призналась матери, что подбросила чек и подговорила подругу, решила доказать виновность Бориса в краже документов на квартиру. Да не брал я эти документы, ну если и взял, но не специально, я же уже говорил. Борь, а у нас есть с тобой шанс? Ну конечно, Зинь. Я же люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Бля, мне так нравится, и просто всё что угодно прогоняешь вообще. Ди мне, пожалуйста. Да нет уж тебя извиняться, ты же ни в чём не виноват. Ну, слава богу, всё встало на свои места. Слава, конечно, очень нехорошо поступила. Но что делать, я её за это не осуждаю. Сняли штаны, ну ладно, в чём, бля. Я чуть нахуй от инфаркта не уехала, бля. Плакала много дней, бля, переживала и так далее. Да ладно, хули. Ладно. Дочка так похулиганила, бля. Веряли бы мы больше друг друга, такого бы, конечно же, не произошло. А, ну всё, будем знать, бля. Будем знать. Придя домой, Зинаида рассказала Никите о поступке его сестры и о причинах такого поведения Ярославы. Ну тогда я должен просить у прощения. За что? За фотку. Так ты же ничего не знал. Знал, в том-то и дело. Опа. Ну это Слава Милова. Сейчас дочь такая, короче, знаете, просто, блядь, этот рассказывает, коварные планы, дочь такая с тёмного угла. Всё это время я подтасовывала факты. Подговорила. Сказала, что Боря твой эфирист, что он в квартире вратяпать пытается, что тебя спасать надо. Сказала, когда Эльдина готовит с фотиком ставить, чтобы заснять Борю с бабой. Вот и и заснял. Вот так поворот. Ну ладно, Славка со своим максимализмом, но Никит, у него всегда была голова на плече. Спасибо за честность. Ты не сердишься? А у Никитки минимализм, как я понимаю. Ну, а мне что, совсем чуть-чуть? Бля, я же, Никитушка, понимаю, что ты жертвовал своими интересами, чтобы меня спасти. Только спасать-то никого не надо было. Прости, мур. Пиздец, блядь. Прости, уже, прости. Бля, мне просто искренне жалко, пиздец. Если такой, ну это понятно, персонаж, но если такой человек реально существует, а в ахуе. Бля, мне просто... Бля, за мной приехали. Мне искренне жаль, блядь. Никитушка, ты мне скажи только, пожалуйста, разменится-то мы будем. Я ведь теперь не одна. Теперь мы с Борисом, две семьи на одной территории образовались. Не слишком ли много командующих. Смотри, как расстроился, такой, бля. Если честно, я сюда за размен был. Не то, чтобы я с тобой жить не хочу. Да ладно, Никит, ну я же прекрасно понимаю. Я же не маленькая уже. Ну что, разминиваемся? Впервые за две недели мне стало так легко на душе. Дети во всем признались, в их поступках зла не было. Не, вам никакого, блядь. Теперь должна была... Чуть нахуй, блядь, с мужем, ну, с мужчиной с вами не поссорилась. Я говорю, плакала, инфаркт ловила. Да нет, да детишки. Господи, хулиганят. Слушай, чувствуется наша мечта. Я так была счастлива. Я вот тоже матерью, ну, мать свою помню, до слез специально доводился. Охуйня, знаете, типа. Ну, такие гадости какие-то делала. Мне мать повырудала. Я, по-моему, такой, да ладно, я это специально сделала. Она такая, аааа, сынок, да ладно, хуй с тобой тогда. Ха-ха-ха. Я, блядь, побуду знать, блядь. Борис вернулся к Зинаиде и активно принялся помогать ей с разменом. Потенциальный покупатель на его комнату уже нашелся. А вот с продажей квартиры Зинаиды возникли проблемы, и Борис предложил воспользоваться услугами риэлтора. Скажите, а оригинал у вас далеко? Какой оригинал? Смотрите, столкали на собственность. Ну, вот же он у вас урка. Это копия. Это какая? Оригинал микс. Это же цветное. Даже не копия. Я бы сказал, подделка. Опа! Тот, кто распечатал этот экземпляр, неплохо поработал. Даже где-то узнать, попытался наметить. Но все равно получилось не очень убедительно. Прошу прощения, боюсь, я ничего не могу. Оригинал чего? Какой оригинал? Скажите, а оригинал у вас далеко? Какой оригинал? Оригинал праве на собственность. Ну вот же он у вас урка. А, право на собственность. Очень убедительно. Прошу прощения, боюсь, я ничего не могу. Опачки, подождите, а вам, если Арсеньевич, не уходи. Это дочь подделал, у нее компьютер, единственный, у кого компьютер есть. Вы думаете, это мы мошенники, это мы сами подделываем документы? Я ничего такого не говорю. Афанасий Арсеньевич, это наша квартира, у меня даже есть копии свидетельства, даже нотариально заверенные есть. Я завтра вам все найду. Борис предположил, что оригинал документа могла спрятать Ярослава. Возмущенная Зинаида тут же набрала номер дочери. Однако Ярослава уверила ее, что не замешана в подделке документа, и оригинал она не брала. Это точно ваша квартира? Ну, конечно, наша. Да ладно, это дети балуются, да. Какие-то глупые и стали бы вам подсовывать подделки, ну вы же профессионал. Что ж, хорошо. Вы тогда пока опорняйте новое свидетельство. А как оформите, звоните мне. Прежнее тогда будет считаться недействительным. Ой, нет. Какие-то проблемы? Афанасий Арсеньевич, я целыми днями работаю, мне некогда. Ну, может быть, вы сами тогда. Я вам доверенность подпишу. Вам же выдадут свидетельство по доверенности. Могу. Ну, разумеется. Я так реально в жизни хожу, ребят. Бля, мне 25 лет, я в ахуе, ну иногда себе. Я вот, ну знаете, иногда задумаюсь, думаю. Думаю, блядь. Ну, дурак, нет. Ну, реально, вот иногда думаю об этом. Ну, бесплатно. Ну, конечно же, мы заплатим. Хорошо. Вы нас так выручите, Афанасий Арсеньевич. Спасибо вам большое. Да, задала нам Славка задачку. Такая подозрительность ни к чему хорошему не приведет. Ладно, хоть риэлтор согласился нам помочь. Через несколько дней риэлтор позвонил Зинаиде и сообщил, что получил на руки оригинал свидетельства о собственности. Однако в настоящее время продать квартиру не представляется возможным, так как под квартиру Зинаиды был взят внушительный кредит в связи с чем недвижимость находится под залогом. Ну, как же так? Ну, неужели кто-то мог бы кредит под мою квартиру? Ну, как же? Бля, это дочка, короче, набрала бабок, прикиньте, походу и в Москву поехала, бля, кутить. Ааа. Я могла это в секретру, блядь. Да не заметить. А если Славка была права? Да пиздец, блядь. Бля, не семья, хуй пойми что, блядь. Просто, ну, вакханалия, блядь, вакханалия всем. Зинаида призывает своего жениха Бориса в измене. Однако тот доказывает, что все улики против него с фальсифицированной дочерью Зинаиды Ярославой. Девушка признается, что пыталась скомпрометировать Бориса, чтобы доказать матери... Да ладно, не обижайся на дочку, да ладно, ты чё, угораешь. ...жениха в краже документов на квартиру. Пытаясь оформить сделку с недвижимостью, Зинаида выясняет, что свидетельство о собственности ее квартиры – подделка, а сама квартира находится под залогом. Зинаида подозревает, что к афере причастен ее жених. Узнав о махинациях с квартирой, Зинаида немедленно отправилась к Борису, чтобы потребовать у него объяснений. Боря, или ты по-хорошему все деньги отдаешь? Или я пишу заявление в полицию? Какие деньги? Кому отдаю? За квартиру банков. За какую еще квартиру-то? А, вот, ну, которая наша, вот та, которая... Бля, у нас одна квартира, блядь, балбер! Вызреваешься, что ли, а? Боря снова брал. Мне так обидно. Все, опять, блядь, да ебаная. Он меня за какую-то дуру держит. Сейчас он, Боря, ее переубедит, она подумает о дочь, дочь ее переубедит, блядь, а сейчас до конца серии забыли. Думал, я никогда не узнаю, что моя квартира под залогом. Что, это ты ее заложил? Она что, под залогом? Хватит валять дурака. Сколько ты там кредитов набрал? А что, у нас квартира есть? Двадцать, сорок! Подожди, подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты узнал, что твоя квартира под залогом? И ты решил, что это я ее заложил? А кто же еще? Да почему сразу я-то зима? Да, блядь, отвечай, я был на месте этого мужика такой. Знаешь что, дорогуша, я тебе помогу выяснить, кто, ну, кто, кто виноват в этой ситуации, но когда я эту хуйню вы, я ухожу, ты меня доебала просто. Жить женщиной, которая тебя подозревает в любом пердеже, блядь, левом, это пи... Я бахую, блядь, просто пиздец. Почему ты снова меня вообще обвиняешь? Ну как думаешь? Это кот, да, который этот бакланился, а этот батонился, вот. Вот твоя квартира был я здесь, я сбежал бы уже давно. А может быть ты еще не все обжал, а? А может быть ты еще и аванс хочешь прихватить, который покупателям несут за квартиру? Такой, блядь, аванс забыл прихватить. Мне пора на работу. Мы не договорили еще. Блядь, какая походка, уверенная. Подавай куда угодно, Зима. А где он сейчас планшет хранит, интересно? Делай все, что хочешь, но только без меня. С меня хватит. Ваа, вот это мужик, я понимаю. Пуря! Хорош! Если бы я думал, что я не собираюсь писать на него заявление, он глубоко ошибался. Да ты шо? Ну вот полиция и разберется, по-моему, правильно все. Я не такая дура. Ну... Сейчас, как поаккуратнее бы мне сообщить одну страшную новую... Ну ладно, короче, может быть наступит время, вы догадаетесь сами. ...ти на поводу. Блядь, не то... До лжица. Зинаида заявила в полицию о своих подозрениях. Спустя несколько дней женщине позвонил следователь. Просмотрев видеозапись с камер наружного наблюдения банка, где был оформлен залог, ему удалось выяснить, что кредит оформила женщина, очень похожая на Зинаиду. Она предъявила оригиналы документа, но следователя этот факт ничуть не удивил, так как вместе с ней в банк приходила дочь Зинаиды Ярослава. Давайте, пацаны, я пошел. Ну и это, я от лица своей кукухи просто. Слава? Моя Слава? Я не могла поверить, что Слава, которая самая... Которая меня наебывала всю серию, да? Не могу поверить, блядь, что Слава, которая меня наебала не один раз, блядь, я его прощала, наебала меня снова. Это невозможно, я не могу в это поверить, блядь. А, буду знать. Каждого подозревала, вдруг пошла на поводу мошенник. Шокированные рассказом следователя Зинаида Долг... Сейчас ей эта дочь такая... Вообще-то это Борис виноват. Она такая, бля, как я могла ошибаться в дочери, бля. Не могла прийти в себя. По дороге домой она пыталась дозвониться дочери. Но та не брала трубку. Вернувшись в квартиру, Зинаида неожиданно застала Ярославу дома. Она же в Москве. Славка, что это такое? Славочка, доченька моя. Доченька моя, дочка, дочка. Славочка, милая моя, ну ты что с вами сделала? Это был... Это, бля, неожиданно. А что она не в Москве? Часто я не ходила. Какой-то ужас. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, ничто не стоит жизни моей дочери. Я думала, что... Ну, ребят, я такое не просто осуждаю, такое вообще, но это ужасно, это ужасная вещь. Мое сердце выскочит из груди. Хоть это и актеры, но мем смешной ситуации, ребят, действительно страшный. К приезду скорой Зинаиде уже удалось промыть дочери желудок. Женщина не стала сообщать врачам о попытке самоубийства, рассказав об отравлении неизвестным продуктом, убедившись, что жизни дочери ничего не угрожает. А врачи же такие, ну, вот сидят, типа, ну, вообще не догадаются, блядь, что, почему, как. Зинаида подписала отказ. Эти врачи, да, я хуй поймёшь вообще. От госпитализации. Зачем ты встала? Ну-ка, ложись быстро. Отдыхать тебе надо. Мама, это всё я. Это я заложила квартиру, мам. Слава, дочке... Да ты чё, серьёзно? Я как гром среди ясного неба. Я слушала и не верила своим ушам. Понимаете, я просто дура, мам. Я дура просто. Я в Москву хотела. Я хотела стать телеведущей. Игорь Петрович сказал, что всё получится. Нужны только деньги, мам. Слава, ну-ка, посмотри на меня. Вот и всё. Это он тебя заставлял это делать? Он не заставлял. Он только сказал, что я могу заложить квартиру, получить кредит, а потом всё своими честными, отработанными, деньгами отдать. Понимаешь, я... Я знала, что вам с ником это не понравится, мам. Я не хотела говорить. Я это уже быстренько сделать. Никто в ничем не... Я знала, что вам не понравится, поэтому я это сделала сама. Поэтому я чуть вас бомжами себе не сделал. Ну, что вы там без квартиры... На, буду знать. Какая же ты дурочка. Мам, это я. Я вас рассорила. Я это придумала, мам. Я выбрала его аферистом, понимаешь. Я ему подбросила эти документы. Этот чек. Любовница тоже я нашла, мам. Я. Зачем ты напилась таблеток, а? Таблеток? Ты меня слышишь, мам? Я слышу тебя. Ты ругать не будешь? Неужели ты мне не могла... Мама и умереть должна была умереть, мам. Да если ты умрёшь, я тоже умру, ты понимаешь? Я жить-то без тебя не смогу. Дочка, ты моя милая. Ну, это хорошая сцена. Это хорошо было. Типа она ей рассказывает причину, да, вот этого своего, что она гадкие вещи делала, а мать такая, а почему ты, типа, хотела, ну, русскому надзорному... Вот это хорошо. Вот это хорошая сцена, реально. Он меня обманул. Кто? Игорь Петрович. Это хорошо было. Я приехала в Москву, не было никаких договорённостей, мам. Не было никакого проекта, никакого контракта, тоже не было, мам. Ничего не было, понимаешь? Ничего не было. Что? Да не может быть, блядь. Игорь, мам, он меня выставил локошкой плавный. Мне деньги тебе нужно отдавать, деньги, кредит. Не мо... Неееееее. Смотри на меня, пожалуйста, Слава. Не может быть. Слушай меня внимательно. Завтра утром мы собираемся, идём в полицию, пишем заявление, и следователь обязательно нам поможет найти этого гада. И ты потом отлетаешь, нахуй, за подделку документов, за то, что ты кредит, блядь, наложные документы взяла, за всю эту хуйню, ты тоже потом, ну, как бы, ну, будешь шоу-бизнесом в клетке заниматься. Я тебе базарю. Всё будет хорошо. Не плачь. Не плачь. Или она думает, она полиции расскажет, вот так же поплачет, и полиция такая, бля, реально, что-то, ну, вот, ну, мы тебя понимаем, реально, типа, сейчас мы, блядь, всех накажем, кроме тебя. Ты, конечно, ну, вижу, раскаялась. Всё хорошо будет, сладко. Ну, всё, всё. 18 есть, да там с 14 лет спокойно за это улететь. Подделка. Она подделала, блядь, документы, нахуй, на поддельные документы, взяла кредит, заложила квартиру, блядь, ну, и пришла женщина, актриса, которая один в один, как её мать, да, вот на хуйню, за эту хуйню она думает, чё, полиция такая, да хорош, вот это ты хорошо сделал. Да, конечно, конечно, она улетит, это же пиздец вообще. Смотреть, ну, самое главное, она была жива. А остальное, такая ерунда. Вместе мы справимся. А, на оригинал взяла? Ну, всё равно, она пришла с человеком, который не является тем, кем она представилась, блядь. Она же пришла, типа, с матерью, вот, а это оказалась просто, ну, там, типа, актриса какая-то, это же пиздец, вы представляете? Вы приходите в кредит, блядь, приходите в банк брать кредит под залог квартиры с человеком, который притворяется, блядь, владельцем этой квартиры. А, ну, звучит всё законно, охуительно. Да, 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 буду знать. Так же делал, ребят, да. Нормальный движок. В законах написано, можно притворяться, там, типа, когда берёшь кредит. Ну, да, не, нормально. И этими деньгами погасил взятый Ярославой кредит. Слушай, я тут подумал, а может, мы домик снимем на Новый год? Опа! Ну, знаешь, такой, что с камином, с балалей. Да ты шо, блядь. Махнём на недельку за город, а? Только ты и я. Ой, а Слава, куда мы денем? Как же я... Тюрьму её, блядь, надо! Куда ты её... В тюрьму, блядь! Погнал поставить. Хотя бы на месяцев шесть, чтоб подумала, блядь, что такой хуйнёй заниматься, ну, пиздец, блядь. Хотите приговорить и пусть за сестрой присмотрит. Идёт? На зону, блядь! Ну, я бы, конечно, хотела отдохнуть. Давай. Пиздец, блядь, я в ахуе, блядь, просто, блядь, дочь, блядь, мошенница, говорит, ну, на, чё. Ой, слушай-ка, Борь, а Никита нас приглашает на новоселье. Они там уже устроились, у них всё там классно, круто. Да, нравится им на новом месте? Ну, конечно, нравится. Такая квартирка шикарная попалась. А они разъехались, всё, они продали квартиру, разъехались, как я понимаю. Кого они ждут, пока неизвестно? Девочка, мальчику? Да ты что, Борь? Это ещё рано, это не сразу видно. Хорошо, чтобы мальчика. Да мы видели серию, когда там мальчик родился. Это вот продолжение. Какой вертолёт? Управляемый присмотрел. Такой дурачок. Хочешь, я тебе этот вертолёт подарю на Новый год? Ну, хорошо, что между... Ну, среди вас только он дурачок. Это да. Пойдите, что ли? Игрушки мне дарить. Ну... Как и... Вы знаете, вы оба как инь-янь, ёпта. Инь-янь нахуй, понимаете? Вот ты такая умная, пиздец, ну, типа, мегамозг, а он такой, ну, глубенький, типа. И вы как бы немножечко вместе. Ну, понятно, буду знать. Пожди, давай. Люблю тебя. Ну, я тебя люблю. Мой Борь. Опа-опа, руки на стол. Сожалеешь, наверное, по 50. На тот момент мне казалось, что нет другого выхода. Но если бы... 19 лет, блядь, ты головой вообще своей... Блядь, 19 лет. Блядь, 19 лет. Шанс всё исправить? Я бы никогда так не сделала. И главное... Ну, все, все, практически все арестанты так и говорят, когда попадают. Блядь, я бы, если бы вернул время, я бы так не сделала. Такое, что я поняла, это что в жизни важна сама жизнь и доверие между близкими людьми. А-а-а... Устроила мне славка. Хорошо, хуню прогнала. Думаешь, мы всхавали. Буду знать. Да, ничего не скажешь. А это вообще на Александра Пистолетова похоже. Я только допёр. Зато будет, что внукам рассказать. Не сбылась мечта о доме. Ну, ничего. Кота покажите, который... Как он, батоница там сидит? Кота покажите, блядь. Я очень честно. Я так рада, что я встретила Бориса. Я теперь с ним как за каменной стеной. Да, потому что терпит эту хуйню, которую у тебя просто... Ну, ты прогоняешь. Эта история научила нас друг другу доверять. Где кот? Я хочу посмотреть, как он в батонице лежит. Я сказал, что не существует никаких проблем, которые нельзя вместе решить. У нас будет всё хорошо. Ну, надеюсь, по-моему, дочь ещё документы разок подделает. Нахуй, чтобы... Бля, пиздец, я буду знать, блядь. Пиздец, сука. Ебанись, блядь. Ну, они там типа прогнали в конце, что типа Борис покрыл весь кредит, короче. Ну, вот эта вся хуйня, что они покрыли кредит и всё хорошо. Но полиция, она написала заявление. Полиция начала этим разбираться. Они не могут на половине... Ну, по факту, они не могут на полдела такие. А, вы... Всё, вы всё решили. Ну, тогда ладно. Раз всё уголовное дело заведено, значит, всё, блядь, будут до конца. И все, все, хоть как-то кто-то проебался по закону, все отлетят, блядь. Я в ахуе. Пиздец. Ну и тупезна. Я в шоке, блядь. Чё мне кидаете? Чё за клип? Блин, люблю клипы с собой смотреть. Пусть за сестрой присмотрит. Идёт? На зону, блядь. Ну, я бы, конечно, хотела... Пусть за сестрой присмотрит. Идёт? На зону, блядь. Ну. Ну, да, я это говорил. А-а-а.